Приветствую! В этом видео. Замена. Стало понятно, кто будет отстаивать право России на три олимпийские квоты после отказа Дмитрия Алиева. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Дмитрий Алиев выступил вчера на контрольных прокатах сборной России. Все в целом неплохо, но не было эффекта вау. Отчасти потому, что спортсмен не успел оправиться от травмы руки. Ему только пару недель назад, как сняли гипс. Чемпион Европы 2020 должен был отстаивать право России на три олимпийские квоты предстоящих игр в Пекине. Но сам фигурист уже сделал заявление о том, что по состоянию здоровья снимается с соревнований. Вероятно, все еще дает знать о себе травму. Пока о дальнейших планах Дима говорит вскользь. Всерьез встал вопрос о том, кто же заменит спортсмена. Дмитрий бросил фразу о том, что его заменит друг. А как мы знаем, он тренируется вместе с Макаром Игнатовым, которого мы также увидели на контрольных прокатах. Макар показал достойный контент, в том числе четверной Риттбергер, которого больше не сделал никто. Парадокс в том, что в случае нашей страны успешное выступление на Небельхон Трофи не гарантирует поездку в Пекин. Уж слишком большая конкуренция в России. Федерация заявила, что окончательное решение о том, кто поедет в Обертсдорф, будет приниматься по итогам открытых прокатов. Уже сейчас это могут быть помимо Макара Александр Самарин и Марк Кондратюк. Аутсайдером пока, к сожалению, является Артур Даниилян. По сути, как бы грубо это ни звучало, придется бросить одного из спортсменов на амбразуру, практически ничего не давая взамен. Учитывая, как Федерация умеет удивлять, например, в прошлом сезоне Семененко, очень интересно, кому же достанется такая честь.